всем привет дамы и господа меня зовут пётр и в этом видеоролике речь пойдет о том какой же компьютер нужен для нормальной работы в скетчап думаю некоторые из вас уже приметили такую не хорошую черту скетчап как торможение даже на очень мощном компьютере в то время как на том же компьютере другие 3d редакторы от какого-нибудь autodesk просто летают при работе с гораздо более сложной геометрии в чем же дело почему скетчап так тормозит из-за вот этих своих торможений даже с относительно простой геометрией скетчап в семействе современных 3d редакторов выглядит как гадкий утенок открою вам страшную тайну дело тут в одной детской болячки скетчап которую он получил в самой своей первой версии в 2000 году имя этой болячки руби руби это язык программирования на котором написан скетчап сам по себе язык руби неплох он прост и пользуется популярностью в сообществе программистов проблема заключается в том что это легкий язык пригодный для легких веб приложений но уж никак не для тяжелого 3d редактора с приставкой про язык руби просто не в состоянии обеспечить 3d редактору скетчап приемлемую производительность сопоставимую с 3ds max фьюжен 360 или cinema 4d плагины для скетчап к слову тоже пишутся на языке руби и чем больше плагинов вы установите в скетчап тем медленнее будет все это работать те из вас кто смотрел мой ролик про историю создания скетчап знают что скетчап создавался в маленькой уютной колорадской компании last software которую основали два человека брэдшелл и джо эш хоть продукт у них получился и добротный тогда они видимо еще не рассчитывали на всемирную популярность своего детища иначе бы для написания скетчап они бы выбрали другой более подходящий язык программирования скажем например c++ на котором написан пресловутый 3ds max одна из проблем языка руби на котором работает ядро скетчап заключается в том что он эффективно может использовать только одно ядро процессора конечно есть программные ухищрения с помощью которых руби может загрузить и несколько ядер процессора увы нагрузка на ядра в таком случае получается не стопроцентная практика показывает что когда руби использует только одно ядро процессора производительность получается выше чем в многоядерном режиме поэтому и скетчап дамы и господа как бы это грустно не было использует только одно ядро вашего процессора остальные ядра прохлаждаются вычислительные мощности вашего компьютера не используется скетчап даже на 50 процентов у нынешних хозяев скетчап американской корпорации trimble есть только один вариант как вывести из тупиковой ветви развития этот 3d редактор это переписать весь скетчап заново на другом языке программирования скажем на упомянутом си плюс плюс это позволит многократно увеличить производительность скетчап и заставить новую его версию использовать все ядра процессора работа по переносу скетчап с одного языка программирования на другой непростая и далеко не дешевая в trimble это понимают и возьмутся ли они за такое большой вопрос поскольку исходный код скетчап закрыт и защищается законом об интеллектуальной собственности обычные энтузиасты программисты перенести скетчап на рельсы си плюс плюс не могут банально нет исходников поэтому и нам с вами приходится до сих пор довольствоваться тем что есть а именно скетчап работающий на программном ядре руби из начала двухтысячных который использует только одно ядро процессора тут я плавно подбираюсь к теме данного видеоролика какой же компьютер нужен для нормальной работы этого гадкого утенка скетчап как нетрудно догадаться нужен компьютер с процессором имеющим в своем арсенале минимальное число ядер но максимальную производительность на одно ядро процессор для скетчап является узким местом которое ограничивает его работу сейчас на рынке новых комплектующих не найти одноядерных процессоров под современные сокеты это древность сравнить динозавром выбирать мы будем из того что есть на рынке а именно это из двух и четырех ядерных процессоров как вам наверное известно на рынке производителей процессоров для пк есть два крупных игрока это intel и amd долгое время intel был лидером рынка но за последние годы amd вырвался вперед благодаря своему семейству рязанских процессоров рязанские процессоры стоят дешевле intel и как правило имеют очень много ядер под крышкой что позволяет им выдавать хорошую производительность за весьма скромную цену много ядер это здорово но увы не в нашем случае нам как вы понимаете не нужно много ядер нам нужно одно но очень мощное ядро и amd увы такого предоставить не может если производить сравнение между intel и amd то у процессоров intel производительность на одно ядро будет значительно выше фанаты amd можете закидать меня помидорами но это факт сегодня самые мощные intel процессоры среди двух и четырех ядерных это intel core i3 intel pentium gold и разумеется царский intel xeon e3 xeon если вы не знали это процессоры для серверов тех самых больших и мощных компьютеров которые используются в среднем и крупном бизнесе особо прошаренные ребята ставят такие xeon процессоры и в домашние игровые компьютеры обычные же потребители про xeon даже не слышали как я уже ранее сказал нам для скетчап нужен процессор с максимальной производительностью на одно ядро и процессор intel xeon e3 тут будет идеальным вариантом проблема заключается в том что это по совместительству и самые дорогие процессоры из всех четырех ядерных сегодня в магазине dns процессоры intel xeon e3 v6 с четырьмя ядрами стоит в среднем 33 тысячи рублей и это только один процессор для его работы понадобится купить еще и не дешевую достаточно редкую материнскую плату и еще кучу других комплектующих все это влетит в копеечку с моей стороны было бы халтурой показать вам только самый дорогой и мощный процессор с минимальным числом ядер и на этом завершить видеоролик поэтому я подобрал аж целых три варианта компьютерных сборок в трех разных ценовых сегментах самая дешевая сборка на которой может запуститься современная версия скетчап средняя сборка ну и максимальная сборка с дорогим и предельно мощным четырех ядерным процессором в минимальной сборке у нас будет любой процессор с поддержкой 64 бит и частотой выше 1 гигагерца это тот минимум который нужен для запуска скетчап практически все процессоры попадают под эти рамки исключение разве что старые мобильные intel atom не у всех atom процессоров есть поддержка 64 бит минимальный объем оперативной памяти который требует современная версия скетчап это 4 гигабайта столько же примерно нужно для терпимой работы в современной версии 64 битный windows что касается видеокарты то скетчап вообще не требователен к видеокарте ему подойдет любая видеокарта даже встроенная в ноутбук лишь бы там было 512 мегабайт памяти и поддержка opengl версии 3 если поддержки opengl 3 нет то и современная версия скетчап там не запустится накопитель тоже большой роли не играет в такой сборке вы можете использовать и самый дешевый hdd блок питания для такой сборки подойдет и 250 ваттный по цене такая сборка системного блока из новых комплектующих обойдется вам в сумму от 15400 рублей и выше это без учета монитора клавиатуры и мышки только системный блок компьютера далее средняя сборка это такая хорошая рабочая лошадка для скетчап процессор с двумя или четырьмя ядрами семейства ryzen 3 3000 серии либо intel core i3 либо еще лучше intel pentium gold pentium gold из двух ядерных процессоров на сегодняшний день самые мощные частота на ядро должна быть от 3,8 гигагерц и очень важно объем l3 кэша от 4 мегабайт если у процессора который вы выбираете вообще нет l3 кэша скажем как у amd a10 9700 е то идет такой процессор лесом далее по средней сборке оперативная память ddr4 с объемом от 8 гигабайт и частотой от 2133 мегагерц такой среднячок который позволяет комфортно работать windows и не наблюдать тормозов к видеокарте как я уже сказал скетчап не требователен можно взять самую дешевую карточку что есть в магазине скажем джейфорс gt 710 или radeon r7 240 и скетчап этого за глаза хватит я работаю скетчап уже 12 лет и видел как он показывает себя с разными видеокартами так вот в 2010 году у меня была джейфорс gtx 550 ти а затем в 2016 я купил джейфорс gtx 950 и вот совсем недавно я приобрел новую видеокарту джейфорс gtx 1650 супер производительность в скетчап в 3d графике за все это время никак не изменилось разве что с приобретением gtx 950 у меня появилась возможность установить в скетчап x16 сглаживание в остальном же все то же самое проще говоря старенькой gtx 550 ти скетчап хватает за глаза даже сегодня дорогой видеокарты ему не нужно он не способен ее загрузить далее накопитель можете купить твердотельный ssd накопитель большой роли это не играет скетчап приблизительно одинаково работает как на ssd накопители так и на жестком диске там нет больших объемов информации которые бы ворочались туда-сюда а вот для того чтобы windows работала быстрее ssd накопитель взять очень советую ну и блока питания для такой сборки в 350 ватт будет более чем достаточно обойдется вам такой системный блок в сумму от 24 тысяч 800 рублей и выше если собирать его из новых комплектующих в завершение максимальная сборка скетчап компьютера из того что можно сегодня найти в магазине самое главное тут разумеется это процессор потому как он является узким местом в работе скетчап мой выбор полночетырех ядерный процессор intel xeon линейки е3 версии 6 в этой линейке intel xeon е3 v6 насчитывается 11 процессоров с разной производительностью я выбрал те у которых рабочая тактовая частота одного ядра начинается от 3,9 гигагерц и объем l3 кэша не меньше 8 мегабайт это е3 1280 v6 или е3 1285 v6 настоящее чудовище для быстрой работы процессору также нужна и быстрая оперативная память я выбрал ddr4 память с частотой от 2400 мегагерц объемом 16 гигабайт объем 16 гигабайт скорее для других программ нежели для скетчап скетчапа за глаза хватит и 8 гигабайт оперативной памяти на видеокарте можно сильно сэкономить из бюджетных карточек я обратил взор на джейфорс джейти 1030 новая холодная и маленькая карточка который для скетчап будет более чем достаточно накопитель в эту сборку я подобрал m.2 nvme ssd он побыстрее обычных sata ssd скетчап это никаких бонусов не даст а вот windows будет работать шустрее ну и блок питания в такую сборку я подобрал 350 ваттный вы можете со мной не согласиться мол слабоват блок питания а у меня к вам тогда встречный вопрос а что тут мощного из комплектующих видеокарта холодная с пассивным охлаждением жесткого диска нет единственный прожорливый потребитель только тут процессор но даже он потребляет около 90 ватт поэтому блок питания в 350 ватт запитает такую сборку с запасом обойдется вам такая сборка системного блока в сумму от 78 тысяч 500 рублей и выше мягко говоря ценник не слабый но зато это будет идеальный вариант для работы в скетчап все три сборки представленные тут комплектовались исключительно из расчета работы только в скетчап работа в других программах в расчет не бралась для какого-нибудь вирей понятное дело наоборот нужен процессор с максимальным числом ядер поскольку там по-человечески и реализовано разделение вычислений на ядра соответственно для сборки предусматривающей работу в связке вирей плюс скетчап понадобится уже другой процессор с другим числом ядер составляя список комплектующих для сборки пк очень вам рекомендую дважды подумать над тем где в комплектующих можно сэкономить а где наоборот сделать упор на усиление в случае скетчап экономия получается на объеме оперативной памяти и видеокарте а усиление следует сделать на процессоре подведу итог сборки компьютера для скетчап основной главной рабочей лошадкой будет процессор он же будет и самой дорогой деталью в компьютере минимальное число ядер с максимальной частотой одного ядра и большим объемом l3 кэша если говорить конкретней это линейка intel core i3 intel pentium gold и разумеется царский intel xeon e3 v6 все остальные комплектующие большой роли не играют скетчап к ним не требователен на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам какой компьютер нужен для нормальной работы в скетчап если интересно то вы можете посмотреть другие мои ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале например упомянутое видео про историю создания скетчап или видео с перечнем нововведений появившихся в скетчап 2020 желаю успехов в вашей творческой работе и пусть скетчап не тормозит на вашем компьютере субтитры создавал DimaTorzok